Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. Зарегистрируйтесь сейчас и получите премиум аккаунт в подарок. Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Арстайл. Ну что же, добрался я наконец до Honor 8, расскажу вам, как есть все плюсы и минусы, есть и то и другое. В целом, конечно же, смартфон зачетный, конечно же, смартфон интересный, но есть свои минусы. Обо всем по порядку. Начну с внешнего вида. Внешний вид, по внешнему виду, смартфон, на мой взгляд, достаточно красивый. Смотрится, ну, классно. Опять же, тоненькие рамочки, модно сейчас уже, они все меньше и меньше, это радует. Действительно, очень красиво. И смотрите сами. Плюс, я отмечу особо, здесь 2.5D стекло, которым никого не удивить уже, оно везде, но на самом деле очень бортики плавно перетекают, то есть перетекают, ну, в окончании экрана, в рамочки тоненькие. Прям приятно. Действительно, очень качественно. Просто иногда на некоторых смартфонах китайских бывает так, что 2.5D, но все это впечатление портит несколько рамочки выступающие. Здесь же все грамотно. Смотрим. Сверху, снизу рамки тоже относительно небольшие. Смартфон удобно лежит в руке. Единственное, что мне не нравится, это некоторая скользкость, которую отмечаю не только я, но и люди, которым я давал этот телефон в руки. Она не всегда, большой проблемы нет, но что здесь, что с боков, смартфон скользкий. Спасет ситуацию, конечно же, бампер. Рекомендую обязательно прикупить, либо уточните, возможно, он будет в некоторых версиях комплекте. Нужно уточнять. Такой вот красивый. Сверху у нас на смартфоне инфракрасный порт. Штука классная, с ее помощью можно управлять домашней техникой. Телевизор, кондиционер и так далее, и дополнительный микрофон. С правой стороны кнопка включения-выключения, кнопки громкости. Снизу у нас один динамик, динамик достаточно громкий, USB Type-C и разъем для наушников. Здесь остановлюсь подробнее. Я не знаю, как они умудрились, зачем они это сделали, но качество звука не очень хорошее, и это странно. Единственное, возможно, я придираюсь, но звук какой-то он не такой. Я ожидал большего, потому что тот же Honor 8, он на том же процессоре, Kirin, соответственно, 950, Huawei Mate 8, там как-то лучше, по-моему, звучало. Здесь же качество звука, оно не детальное совершенно, эквалайзером его не исправить. Притом, ради интереса, послушал аж на трех разных наушниках. Обычно мне одних хватает, сейчас сразу ясно становится, но все-таки. И с обратной стороны, это у нас лоточек совмещенный, либо две сим-карты, либо еще за место второй можно поставить карту памяти microSD. И с обратной стороны, это сканер отпечатка пальцев, он настраиваемый, очень много всего. То есть и шторку можно им открыть, и телефон разблокировать, и при одинарном нажатии, даже в сблокированном состоянии, запускает камеру. Двойное нажатие запускает еще одно приложение, и удерживание третье. По умолчанию, мейловские приложения, благо все это можно удалить, то есть они не вшиты в телефоны, Яндекс, и это все удаляется. По умолчанию от мейла, одноклассники и так далее. Но можно поставить абсолютно любое, штука хорошая. И отмечу две камеры по 12 мегапикселей вспышка, и, в общем-то, отмечу еще, что здесь есть лазерный автофокус. И 8 мегапикселей фронтальной камеры. С лицевой стороны смартфон вот так выглядит. Кнопки экранные, но кнопки можно поменять местами. Назад и кнопку меню. Это удобно. Есть датчик уведомления о пропущенных вызовах. В целом, по внешнему виду зачет. Смартфон очень красивый, особенно вот такого цвета. Цвета разные, как будто из ртути. Знаете, действительно красиво. Если бы не эта ложечка дегтя, то было бы шикарно. И для меня, так и вопрос открыт, вот это должно быть стеклом. Ощущается как стекло. Но на официальном сайте, точнее официальном магазине Huawei написано материалы корпуса, пластик и металл. Соответственно, металлическая это рама. Но это должно быть стекло. Итак, с внешним видом мы разобрались. Переходим к экрану и характеристикам производительности телефона. По экрану. Здесь, по нынешним меркам, не такой большой экран. Многим это, наоборот, понравится. То есть 5,2 дюйма. IPS 2,5D, как и говорил стекло. Конечно же, защитное стекло Gorilla Glass 3 есть. И разрешение 1920 на 1080. Это 423 пикселя на дюйм. Этого более чем достаточно. Экран достаточно качественный. Я не скажу, что это прям лучший экран, конечно же, который я видел. Бывает и лучше. Но справедливости ради у более дорогих устройств. Здесь же это просто очень качественная и добротная матрица. С хорошими углами обзора. С настройкой цветовой температуры, если кому-то это важно. Теплый, холодный настроить можно достаточно гибко. То есть гибкость это всегда хорошо. Ну и добавить больше нечего. Достаточно добротный экран с хорошими углами обзора и хорошим запасом по яркости. Камеры. Камеры две. Три. Соответственно, две по 12 мегапикселей тыловые. С автофокусом лазерным. И 8 мегапикселей фронталка. Знаете, это устройство позиционирует не как флагман, конечно. Есть флагман. Huawei Mate 8 и Mate 9 выйдут в ближайшее время. Но я почему-то ожидал большего. Нет. Сказать, что камеры здесь плохие, ну совершенно точно нельзя. Они нормальные, они добротные. Но все-таки ждал от устройства и не самого дешевого большего. Единственное, за что стоит похвалить, это за огромное количество разных настроек. Во-первых, видео можно писать в FPS, в Full HD. Соответственно, 60 FPS. Это много. Плюс настройки есть профессиональные не только фото, но и настройки профессиональные в реальном времени даже видеозапись. Этим похвастаться может чуть ли не один-два аппарата на рынке. Тот же, например, флагман от LG. То есть можно настраивать процесс съемки именно ручные настройки. Ну и вообще все неплохо. Но мы оцениваем не по этим фичам, которые, в принципе, наверное, большинство пользоваться-то не будут профнастройками. Но они есть, и это хорошо. А по качеству? И качество оно, ну, баллов, наверное, 7 из 10 я максимум дам по качеству фото и видеозаписи. Я не поленился. Целых 8 разных фотографий, включая фотографии в ночное время суток, пожалуйста, оценивайте. Ссылка на фотографии под этим видео здесь на YouTube. С камерами разобрались. Добротно, но ждал большего. Вот и весь итог. По процессору. Тут, ребят, очень странная ситуация. Отлично помню, как мне понравился Huawei Mate 8. Я реально загорелся, почти готов был его купить, либо заказать в Китае, когда делал обзор еще осенью этого года. А сейчас я снимаю обзор перед Новым годом, 30 декабря 2016. Я реально уже прорывался купить, но тут в мои руки попал Xiaomi Mi Max, и я отодвинул в сторону Huawei. Просто, ну, Mi Max настолько оказался классным. Я до сих пор с ним ходил, но он большой, я его разбил. Сейчас схожу, кстати, с этим Redmi Note 3 Pro Xiaomi. Доволен почти на 100%. Ну, ладно, это к делу не относится. Я к чему? Здесь странно ведется производительность. Нет, она хорошая, чтобы вы понимали. Здесь хороший процессор. Тут стоит достаточно неплохой, мощный HiSilicon Kirin 950, 8 ядер, 4 ядра 2.3 и 4 ядра 1.8 ГГц. Это много. Видеопроцессор стоит Mali-T880 MP4, тоже неплохой, и 4 ГБ оперативки. В встроенной памяти, кстати, в моей версии 32 ГБ, существует версия тоже самая, только 64 ГБ встроенной памяти. Свободная из 32 ГБ, 22,5 ГБ. И, как я говорил, карта памяти microSD до 128 ГБ, совмещенный слот. Почему я так подробно об этом рассказываю? Смотрите. На настройке, во-первых, Antutu Benchmark, то есть 90, 91, 92, когда я в группе ВКонтакте, есть группа ВКонтакте, Арстайл, я туда посты делаю, на что будут обзоры ближайшие, и вы часто пишите, что проверить. Вот не проседает особо, не греется, но танки пошли удивительно, независимо от того, какую настройку производительности в телефоне я ставлю, а здесь в расширенных настройках есть настройка батареи. Показываю. Если мы зайдем в диспетчер батареи, то режим энергопотребления либо умный, либо энергосберегающий, либо производительный. Разницы я вообще не почувствовал. Вот, ребят, не знаю, танки почему-то идут слабенько, FPS падает до 27, при том сразу до 21. Я сделал кучу скриншотов, я перезагружал телефон и ставил совершенно разные, совершенно разные режимы производительности. FPS 30-40, не знаю. С другой стороны, смотрите, тест Geekbench показывает очень хороший результат, особенно на многоядерном режиме. 5000 очков, это много, реально. И тест, соответственно, на FPS, который называется Bonsai Benchmark, он неплохо, он вообще флагманский, 60.5. Чтобы у вас сложилось правильное мнение, подавляющее большинство игр пойдет без проблем. Асфальты 8, сетевые шутеры, по идее, там Modern Combat 5 тот же должен пойти без проблем. Там Nova 3, опять же, без проблем совершенно, но на танках почему-то споткнулся. Странно, Huawei Mate 8, мне казалось, такой же процессор, мне казалось, как-то он, по-моему, лучше шел. Не знаю, в чем причина, но на танках идет не очень хорошо. Я в танки не играю, мне на них глубоко наплевать, откровенно говоря. Просто вы постоянно просите, и игра популярна, поэтому я на них тестирую. Тот же Snapdragon 820 и 821 без проблем тянет 50-60 без проседаний. Здесь проседания до 27 и даже до 21. Но играть можно, и речь идет только о максимальных настройках, вот и все. При том, приятно, нагрева я не почувствовал, поиграл нормально. Ну что еще рассказать? Отмечу очень важную особенность этого телефона, это китайский телефон, разумеется. Huawei это крупная китайская компания, корпорация даже, очень крупная. Здесь есть NFC-модуль, для китайских телефонов это нетипично. Wi-Fi, Bluetooth работает нормально, сносно. Бывает лучше, но и здесь, в принципе, ловит GPS более-менее нормально. Быстро, за минуту поймал, один спутников увидел, шесть работы взял. Потянет. Бывает лучше, бывает хуже. Итак, тогда получается по производительности тесты показал, про звук в наушниках рассказал, еще раз скажу, странненький. Должно быть лучше, здесь же качество звука не очень. Динамик зато нормальный. Он один, закрывается, но... Сам динамик нормальный. Тогда, по особенностям, благо их здесь огромное количество, это один из самых оснащенных по разным фичам телефонов. Очень много всего. Начнем по порядку. Очень много, давайте просто сменю тогда. Рабочий стол, несколько слов. Рабочий стол тоже все быстренько, шустренько. Рабочий стол в таком вот стиле, у Huawei своя оболочка. И при желании можно сменить, поставить, благо это Android всегда говорят, ребят, можете с телефоном что угодно сделать, совершенно изменится внешний вид всего. И это требуется всего лишь лаунчер поставить. Так вот, все быстренько, шустренько, можно ничего не трогать и пользоваться. По особенностям, настройка цветовой работы я вам говорил, кроме того, есть простой режим экрана. То есть для тех, кому хочется просто квадратики, а-ля типа Windows 8. Панель уведомлений и строка состояния. Единственное, что мне хотелось бы их объединить, но тут ли умный выбор. Либо, сейчас мы яркость еще уменьшим, автояркость, кстати, немножечко косячит, слегка. Но в целом придраться тоже сложно. Умный выбор, то есть когда есть уведомления, то показывает первыми уведомления. И либо уведомления слева, значит, значки справа, вот таким вот образом. Напомню, через сканер отпечатка пальцев можно шторку уведомлений, фото делать, отвечать на звонок и отключать будильник. Плюс я вам рассказывал, то есть одинарное, двойное нажатие и удерживание этой кнопки, оно работает очень грамотно, все реализовано. Далее, что у нас еще интересного, отмечу теперь по питанию. По питанию есть режим критического энергосбережения, но это уже нужно зайти в расширенные настройки. И если мы зайдем в, соответственно, диспетчер батареи, то можем включить режим энергосбережения. Вот, во-первых, еще отмечу очень интересную вещь, энергосбережение переводит режим VHD 1280 на 720. Я, честно говоря, большой разницы не заметил. Но то, что это есть, это прикольно. Это действительно прикольно. И будет у вас просто не 1920, а 1280 на 720. Я пробовал, батарейку вроде как бережет. И режим энергопотребления, который энергосберегающий, у вас здесь будет просто-напросто черно-белая звонилка. Это помогает сэкономить заряд аккумулятора. Прикольно. Я бы хотел, чтобы это было на всех телефонах. Что еще особенного? Очень много настроек по разблокировке экрана. Если мы зайдем... Во-первых, отпечаток пальца. Смотрите, то есть фото, видео делать сканером, как я говорил, ответ на вызов, открытие панели уведомлений. Это вот так вот делается. Смотрите, сканером. Видите, это я делаю сканером и отпечаткой пальцев. И вообще всего очень и очень много. Если мы зайдем в управление, то посмотрим, что панель навигации можно поменять местами, как я говорил, кнопки домой и кнопки назад. Молодцы, вот это LG-шники внесли в индустрию. И пусть это на всех телефонах будет. Это очень удобно там, где кнопки не сенсорные, а экранные. Кроме того, управление одной рукой. Есть управление движениями. Перевернуть и отключить звук. Очень важная для меня функция, это когда вы видите контакт на экране, подносите смартфон к уху, датчик срабатывает, вызов. И, соответственно, поднести к уху, опять же, чтобы прием вызовов произошел, датчик движения работает, вы отвечаете на вызов. На мой взгляд, очень удобно. Ну и начертить разные буквы, например, С, запустить камеру. Хотя, я еще раз напомню, запускаю камеру, просто нажатием одинарным она запускается. Все это дело можно настроить. В этом плане, конечно, Honor большие молодцы, Huawei. Если мы посмотрим о телефоне, Ему Ай 4.1 и Android 6, как мы видим. В принципе, практически все. Телефон достаточно гибкий, достаточно интересный. Как обычно, покажу вам примеры разных красивых картинок, хотя, наверное, большого смысла это уже давно не имеет. Но все-таки, покажу те, которые здесь есть. Ну, они вот в таком вот режиме. Угла обзора, смотрите, показываю на всякий случай сами. Если есть небольшая блеклость, ну, она в глаза не бросается. В целом, экран, скажу, очень даже добротный и приличный. Давайте посмотрим то, что я обычно показываю. На них мне более привычно, что ли, скажем так. И тогда запущу вам еще танки на всякий случай, а то вы, может быть, мне не поверите. Смотрите, по углам обзора посмотрим. Экран достойный, экран хороший. И вообще, телефон интересный, несмотря на то, что не идеален, но в целом, конечно же, модель интересна. Итак, тогда пока включаю я Wi-Fi и запускаю танки, чтобы вам показать. На всякий случай, мы закроем все приложения. Здесь 4 гига, это много, но вот свободно 2,5. Это тоже очень много. И смотрим, что у нас получается. В однозначных плюсах, если подводить итоги, конечно же, это экран телефона. Конечно же, это высокая производительность, несмотря на эти танки, которые почему-то пошли не идеально. Притом, настройки там максимальные, я вам сейчас покажу. Гибкость. Очень много интересных разных настройок. Как я говорил, все повторяться не будет. И сканер вам, и кнопки поменять местами, и так далее, и так далее. Минусы. Ну, по большому счету, минус здесь, ну, минуса 2. Это скользкость. Давненько таких скользких телефонов не было. Раньше сонки, например, скользкие, Z-ки были. Лечатся очень бампером. И бампер, кстати, красивый. И звук в наушниках, ну, он не очень хороший, действительно. Придирки. Камера. Хотелось бы лучше. Вот эта придирка чистой воды. Даже за минус не тянет, но все-таки озвучу. Особенности много. Это инфракрасный порт. Как я говорил, управлять вашей техникой можно. Сейчас я покажу вам. Походу, сейчас под Новый год игроков много. Танки грузятся очень. Я сейчас взял еще Xiaomi Mi 5S. Наконец-то танки тоже грузились дико. Просто, скорее всего, очень многие люди играют. Так, смотрите. Все по-честному. То есть, вот я перезапустил. И настройки производительности я максимально. Нигде ничего не ограничено. То есть, частота кадров, она выключена. То есть, нет такого, чтобы галочку поставил где-то. Все по-честному. Давайте один бой тогда проведем. И посмотрите сами на этот FPS. Для тех, кому это важно. Еще раз. Ребят, потянет все игры. Процессор мощный. Но вот с танками почему-то не особо. Особенность датчиков уведомлений. Расширенное управление жестами. Гибкий сканер отпечатка пальцев. Критический режим энергосбережения. Это еще не все. Смена экранных кнопок. Настройка цвета и температуры. И про настройки камеры и фото. 32, смотрите. Просто действительно, Snapdragon, даже вот недорогий. Там ZOOC, например, или тот же Xiaomi на 820. Они получше себя ведут. Тут же может быть грешить на видеопроцессор на Mali. Не знаю. Но вот 20 FPS. Ради интереса тогда Nova 3 еще запущу, чтобы обзор был полный. Чтобы у вас сложилось мнение. 42. Видите, скачет. Скачет FPS. 48. Вот. Не знаю, видно вам в правом нижнем углу. Вот. Ну, думаю, достаточно. 45. Давайте тогда игрушку Nova 3. Уровень 1. Побегаем. Посмотрим. Я всегда качаю. Нагрев слабый. Практически не чувствуется. Я всегда скачиваю две игры, чтобы более полную картину иметь. Если спросите меня, какая моя оценка от 0 до 10. Ну, 0 понятно. Я никогда не ставлю. От 6 где-то ставлю. На совсем отстойный телефон. Здесь я даю честные 8,5 баллов. На мой взгляд, это неплохо. Когда я сниму обзор, это самый конец уходящего 2016 года. 30 декабря. Сейчас он стоит 32 гигабайтная версия. Стоит где-то тысяч от 25,5 на Яндекс.Маркете. Это, в общем-то, дорого или нет, судите сами. Единственное, могу сказать, что магазин есть фирменный Huawei Honor. Там он стоит с официальной гарантией где-то 27-28. Нужно цены смотреть. Единственное, не знаю, есть он там в наличии или нет. Плюс там еще, ну, посмотрите. Может быть, кому-то удобно действительно будет купить в магазине. Кому-то через маркет. В Китае, не знаю, кстати, продается на Алиэкспрессе или нет. Если продается, ссылки тоже положу. В целом, пишите, что думаете об этом телефоне. Еще раз, обратите внимание, очень быстро, очень четко играет в эту достаточно тяжелую игру. Совершенно никаких фризов и прорисаний нет. Еще раз, чтобы у вас сложилось правильное мнение. Это флагманский, практически, смартфон. Да не практически, а, в общем-то, флагманская производительность у него не хуже, чем у тех же более крупных игроков рынка. Ладно, тогда получается все. Здесь совершенно никаких проблем нет. В целом, пишите свое мнение, нравится, не нравится, купили бы, не купили. Конкурентов огромное количество. Есть более дешевые телефоны, есть более дорогие и так далее. Но, в целом, аппарат интересный. Если кто-то владеет телефоном, также пишите свой отзыв, коротенький хотя бы, что нравится, что не нравится. А я же с наступающими праздниками. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Чуть не забыл про камеру. Аккумулятор здесь емкостью 3000 мА. Если мы говорим о воспроизведении видео на максимальной яркости, то это без малого 6 часов. 5 часов 47 минут. В реальности я сюда ставил свою сим-карту, реально с ним ходил. Ну, не самый хороший, не самый плохой аккумулятор. В принципе, уверенно, день держит. Ну, хотелось бы лучшего. Чудес нет. Ну, и ругать в минус эту автономность ставить не буду. Теперь же точно все. Счастливо. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. Зарегистрируйтесь сейчас и получите премиум-аккаунт в подарок.